Так, ну что, поехали. Продолжаем обсуждать всякие свойства функций, связанные с непрерывностью. В прошлый раз мы обсудили, что это, в принципе, такое. В этот раз давайте поговорим, зачем нам нужна непрерывность, какие хорошие свойства, функции мы можем из нее извлечь. И первое утверждение, которое я хочу доказать, такое. Значит, в целом лекция называется «Свойства функций непрерывных на отрезке». И первое утверждение – это утверждение про ограниченность. Значит, теорема, которую я хочу доказать, звучит так. Пусть у меня есть какая-то функция f, непрерывная на отрезке ab. Как я уже говорил, если я говорю, что функция непрерывная на каком-то отрезке, как правило, подразумевается, что в концах отрезка требуется односторонняя непрерывность. Тогда утверждается, что f ограничен на этом отрезке. Вот такое утверждение. И давайте я попробую сейчас предложить некое доказательство, которое не будет верным. Смотрите. Ну вот, что мы знаем? Вот у меня есть какая-то функция. У меня есть отрезочек. И дальше давайте я напишу, что это неверное доказательство. Дальше я буду рассуждать так. Но вот я знаю, что у меня функция непрерывная во всех точках. Значит, я могу взять любую точку. И тогда я знаю, что в этой точке функция имеет какой-то предел. Ну и в самой точке она принимает какое-то конечное значение, равное этому пределу. Мы знаем, мы в прошлый раз доказывали, что если функция в какой-то точке имеет предел, то у этой точки есть окрестность такая, что в этой окрестности функция будет ограничена. Ну, значит, для пределов мы это доказывали. Мы там говорили, что в прокол этой окрестности функция будет ограничена. Но в данном случае нам гарантируется, что в самой точке, какую-то точку x0 возьму, нам гарантируется, что в самой точке x0 функция будет тоже иметь какое-то значение. Ну, значит, никуда не денется, будет ограничена всюду. Всюду на вот этой окрестности. Значит, можно сказать так, для всякой точки x0 из отрезка AB существует окрестность точки x0, на которой функция ограничена. Ну, а раз это верно для любой точки x0, то мы можем брать разные точки x0. Допустим, я взял вот эту точку x0. Она мне дала вот такую окрестность, на которой эта функция ограничена. Взял какую-нибудь другую точку, вот здесь вот, да, какую-нибудь точку, и еще одну, там, x0 штрих. Она мне дала еще одну окрестность, в которой функция ограничена. Допустим, вот такую вот какую-нибудь окрестность. И так я в конце концов скажу, что, ну, раз про любую точку можно сказать, что в окрестности этой точки функция ограничена, ну, значит, она и на всем отрезке ограничена. Значит, раз x0 любое, функция ограничена. В окрестности любой точки. И, значит, ограничена на всем отрезке. Где ошибка в этом доказательстве? А еще лучше, можете ли вы как бы привести контрпример? Ну, не к самой теореме, теорема-то верная. Привести какой-нибудь контрпример к этому доказательству, я бы так сказал. Все ли хорошо с этим доказательством? Получается же, что здесь у нас окрестность в точке, допустим, x0 равная a, то есть она только односторонняя. Ну, да, да. Если мы в конце отрезка, то, значит, у нас будет какая-то односторонняя окрестность, но в этом нет никакой проблемы. Значит, на конце будут односторонние окрестности. Это правда. Ну, мы там требуем одностороннюю непрерывность, и, с другой стороны, нам ничего большего и не нужно, потому что про то, что происходит за пределами этого отрезка, мы ничего вообще не говорим. Можно считать, что функция вообще не определенная. Ну, смотрите, давайте я приведу контрпример. Контрпример к чему? Контрпример к доказательству. Заметьте, что в доказательстве мы нигде не пользовались тем фактом, что функция определена именно на отрезке, от а до b. Давайте рассмотрим такую штуку. Давайте рассмотрим функцию единицы, деленные на х. И давайте посмотрим на интервал от нуля до единицы. Правда ли, что функция единицы, деленные на х, непрерывно на этом интервале? Поскольку у нас сейчас интервал открыт, и он не включает в себя концы. Поэтому, чтобы проверить непрерывность на этом интервале, мне нужно проверить непрерывность в каждой точке. Понятно, что функция единицы на х непрерывно в любой точке этого интервала. Является ли она ограниченной на этом интервале? Нет. Не является, так как при нуле она стремится к бесконечности. Но мы же изначально в условии вроде брали отрезок. Да, совершенно верно. Совершенно верное замечание, что изначально мы брали отрезок, а не интервал. В условии теоремы речь идет про отрезок. Но заметьте, что то доказательство, которое я сформулировал, оно нигде этим не пользуется. Оно говорит так, что вот в окрестностях каждой точки ограниченность есть, ну, значит, наверное, она и всюду есть. Рассуждение выглядит примерно так. Ну, как мы могли бы это сделать? Ну, мы могли бы так вот сказать, что вот у нас есть какое-то количество окрестностей, вот этих самых, да, для каждого, на каждой окрестности функция там ограничена каким-то, какой-то константой. Ну, давайте выберем максимум этих констант, и этот максимум будет ограничивать функцию на всем множестве. Вот. Ну, вот вопрос, почему это рассуждение на самом деле не работает в примере, который я привел, в примере с функцией единицы, деленной на х. Верно ли, что в окрестности любой точки от нуля до единицы, в окрестности любой точки на этом интервале, функция единицы, деленная на х, ограничена? Ну, давайте смотреть. Значит, я возьму какую-нибудь точку, какую-нибудь точку х0, да, и я могу найти окрестность здесь такую, что вот на этой окрестности функция, конечно, ограничена. Вот она лежит внутри вот такого вот коридорчика. Я могу взять другую точку в качестве х0, взять какую-нибудь точку вот здесь, х0 штрих. И тут она тоже будет ограничена. У нас тут будет своя окрестность, и тут будет какое-то свое ограничение. Видно, что функция действительно ограничена в окрестности каждой точки. То есть для любой точки найдется окрестность, в которой функция ограничена. Но, тем не менее, на всем интервале функция оказывается неограничена. Потому что, пробежаясь к нулю, ее значение можно сделать сколько угодно большим. Извините, но мне кажется, мы в доказательстве, то есть мы же использовали, что для любого х, который принадлежит отрезку. Но мы нигде не пользовались тем, что вот представьте себе, что я бы сформулировал теорему, в которой отрезок заменен на интервал. А дальше его бы доказал бы вот так вот. Привел бы тот же самый текст доказательства, но только здесь вместо отрезка написал бы интервал. Тогда теоретически можно было попробовать применить это доказательство вот к этому примеру, когда у нас функция единицы на х и интервал от 0 до 1. Никакими свойствами отрезка мы здесь не пользовались. Вот. Хорошо, но скажите все-таки, в каком месте это доказательство ломается при применении вот к этому примеру? Не скиньте идеи. Или в чатик напишите куда-нибудь. На самом деле, не то, чтобы она где-то ломалась, здесь есть довольно невнятный переход. Собственно говоря, вот это вот переход. Функция ограничена в окрестности любой точки, значит, она ограничена на всем отрезке. Вот. Этот переход, он вообще говоря, ну вот как мы видим, он неверный. Это, на самом деле, вот смотрите, у функции бывают разные свойства. Какие-то свойства локальные, то есть это свойства про то, что функция делает в окрестности какой-то конкретной точки. Например, какие-то свойства, связанные с понятием предела. Это какие-то свойства, которые касаются того, как функция ведет себя в окрестности какой-то конкретной точки. И есть свойства глобальные. Например, свойства быть ограниченным на каком-то отрезке. И оказывается, что переход от локальных свойств к глобальным, он далеко не всегда тривиальный. Собственно говоря, как мы здесь видим, этот переход может, если мы его просто сделаем бездумно, скажем, что какое-то свойство выполняется локально. Да, у нас локально. В окрестности каждой точки функция ограничена. Переход к глобальному свойству оказывается нарушен. Но в данном случае можно проследить, как именно он нарушен. Смотрите. Дело в том, что если я буду выбирать х0 все ближе и ближе к нулю, у меня, с одной стороны, та окрестность, на которой функция ограничена, та окрестность вокруг точки х0, на которой функция ограничена, будет все меньше и меньше. Она всегда будет существовать, но она будет становиться маленькой. А с другой стороны, то число, которым эта функция ограничена на этом отрезке, будет становиться все больше и больше. Не на отрезке, а на окрестности. Будет становиться все больше и больше. Это означает, что оказывается, что мы не можем просто взять максимум, например, из вот этих вот константов, которыми функция ограничена. потому что сами эти константы меняются в зависимости от точки. И размеры окрестностей тоже меняются в зависимости от точки. И все это приводит к тому, что у нас нет хорошей формализации для этого перехода. Оказывается, что для отрезка вот этот переход возможен. То есть фактически весь смысл вот этой теоремы сводится к тому, что для отрезка как раз можно сделать переход от локального свойства от свойства непрерывности к глобальному свойству ограниченности на всем отрезке. Ну, давайте я теперь расскажу вам правильное доказательство этой теоремы. Давайте будем действовать от противного. Пусть функция f не является ограниченной на всем отрезке. Давайте я запишу это в квантерах. Что означает, что на ней является ограниченной? Значит, я сначала напишу условия ограниченности, а именно для всякого x из отрезка от a до b так, нет, не так. Существует такая константа, что для всякого x из отрезка от a до b модуль f от x меньше, чем эта константа. Значит, это определение ограниченности. Теперь я навешиваю сюда отрицание и получается такая штука. Для всякого c найдется такой x что модуль f от x больше либо равен c. То есть какую бы константу я не выбирал, с помощью которой я пытаюсь ограничить свою функцию, найдется такая точка, что значение функции f в этой точке будет вылазить за эту константу. Теперь смотрите, я хочу перейти сейчас к противоречию с непрерывностью функции во всех точках нашего отрезка. И для этого я сделаю так. Я сейчас подберу некоторую последовательность x. Давайте сделаем это таким образом. Рассмотрим такую последовательность. xn, определяемую следующим образом. Значит, вот здесь вот, когда я говорил, что для всякого c существует x, давайте я напишу, что этот x зависит от c. И я просто буду выбирать в качестве c возрастающие числа, допустим, просто натуральные числа. И подставлять c в этот самый x от c. Значит, я просто скажу, что xn – это и есть x от n. То есть я буду вместо c подставлять сюда n. Ну, то есть, что я говорю? Вот смотрите. Вот у меня есть моя функция. У меня есть отрезочек. Тут где-то есть график моей функции. Как-то он устроен. Не очень важно, как. И дальше я говорю следующее, что вот я беру c, равный единице. И нахожу какую-то точку, которая… Нахожу какую-то точку x, в которой значение функции вылазит за пределы вот этого c, равного единице. Значит, вот эта точка – это будет точка x1. Потом я беру c, равной двойке. И нахожу какую-то новую точку. Вот она, x2 будет. Такое, что для нее значение f от x вылазит за пределы двойки. Значит, здесь будет x2. И так далее. Значит, для каждого c я могу подобрать такой x. А теперь. Значит, что нам известно? Поскольку xn настроится как x от n, то f от xn больше либо равняется n. Что мы можем сказать про f от xn? Куда стремится f от xn, когда n стремится к бесконечности? Понятно, что если f от xn по модулю больше либо равняется n, то модуль становится сколько угодно большим, больше любого, наперед за одного числа. И эта штука стремится к бесконечности при n стремящемся к бесконечности. А дальше, вот смотрите, если бы так оказалось, что последовательность xn сама куда-то сходится, то вы могли бы прийти к противоречию. Потому что что получилось бы? Получилось бы, что xn сходится к какому-то числу. Это число должно быть на этом же отрезке. У функции в этой точке, в предельной точке, должно быть какое-то значение. И более того, значения функции должны стремиться к нему. Они стремятся к бесконечности. Пользуясь определением непрерывности, определением предела по гейну, мы придем к противоречию. Проблема здесь состоит в том, что последовательность xn, вообще говоря, совершенно не обязана никуда стремиться. Как бы нам так заставить ее куда-нибудь стремиться? Что бы нам с ней такое сделать, чтобы получить сходящуюся последовательность? Да, на самом деле нужно выбрать подпоследовательность. Давайте это сделаем. Дело в том, что у нас последовательность xn является ограниченной. Все xn лежат на отрезке от а до b. Следовательно, у нее существует сходящаяся подпоследовательность. По теореме Бальцона-Вершстрассе. Существует сходящаяся подпоследовательность xn-кат, которая будет стремиться куда-нибудь к x. Давайте я назову эту штуку, к которой она стремится, x-бесконечность. Приказ стремившимся к бесконечности. Что можно сказать про x-бесконечность? Значит, поскольку у нас все элементы последовательности жили на отрезке от а до b, то x-бесконечность тоже будет жить на том же самом отрезке. Значит, это делается через предельный переход вот в этом неравенстве. Если быть точнее, то здесь нужно написать не такое неравенство, а здесь нужно написать неравенство, которое касается xn-катах. Вот такое неравенство. И сделать предельный переход при к стремящемся к бесконечности. Конечно, если верно вот такое неравенство, то верно и неравенство для подпоследовательности. А дальше предельный переход при к стремящемся к бесконечности дает нам вот это утверждение, что x-бесконечность будет жить на том же самом отрезке. Теперь можно прийти к противоречию. Смотрите. Значит, с одной стороны мы знаем, что fxn-кат, значит, у нас xn-кат стремилось к бесконечности, и в xn-кат я тоже буду стремиться к бесконечности, потому что f от xn-кат больше либо равняется n-кат, а n-кат больше либо равняется k. Это подпоследовательность. И поэтому эта штука стремится к бесконечности при стремящемся к бесконечности, даже к плюс бесконечности. Ну, хорошо, давайте я напишу, что меня интересует даже не само оно, а его модуль. Вот такая вот штука. Вот. С одной стороны вот это утверждение верно. С другой стороны, значит, если модуль стремится к бесконечности, это означает, что сама f от xn-кат стремится просто к бесконечности. Здесь модуль стремился к плюс бесконечности. С другой стороны, xn-кат стремится к какому-то конкретному числу. Значит, к какому противоречию мы здесь можем прийти? Можно воспользоваться определением предела по гейне, и сказать, что f от xn-кат должен стремиться к f от x-бесконечности. Значит, мы здесь пользуемся определением предела по гейне и непрерывностью. Из непрерывности следует, что f от x должно стремиться к f от x-бесконечности при x, стремящемся к x-бесконечности. Ну, соответственно, предел по гейне дает нам вот это утверждение. Вот. И тут явное противоречие, потому что вот у нас есть одно утверждение, которое говорит, что предел должен быть бесконечным, и есть другое утверждение, которое говорит, что предел должен быть каким-то конкретным числом. Вот f от x-бесконечности – это просто какое-то вещественное число от элемента r. Ну, вот, собственно говоря, наше противоречие. И доказательство закончено. О, прекрасный вопрос. Соня задает в чате, в каком момент мы использовали свойства отрезка. Да, почему вот это же самое доказательство тоже нельзя точно так же сломать, подсунув ему контрпример с интервалом? В каком месте мы пользовались тем, что интересующее нас множество – это именно отрезок, а не интервал? Посмотрите внимательно на доказательство. Собственно говоря, на той части доски, которая сейчас видна, это место на самом деле есть. Кто видит? Что бы ломалось, если бы у нас вместо отрезка был бы интервал? Ну, получается, у нас бы теорема Бальца-Навиш-Страссе не работала бы? Нет, теорема Бальца-Навиш-Страссе прекрасным образом работала, потому что для теоремы Бальца-Навиш-Страссе достаточно просто ограниченности, ограниченность у нас была бы. Сама теорема Бальца-Навиш-Страссе, с ней все в порядке. Тем не менее, что-то ломается. Потому что это отрицание к утверждению про ограниченность. Дальше. Значит, вот мы построили такую последовательность f от xn, которые больше либо равны n. После этого мы говорим, что мы из последовательности xn выбираем по теореме Бальцана-Вейштрасса, выбираем сходящуюся подпоследовательность. Она сходит к какому-то числу, который мы обозначили x-бесконечность. Значит, вот эта x-бесконечность – это просто… Значит, вот так вот мы обозначили предел вот этой самой нашей xn-катой. Мы знаем, что xn-катая сходится куда-то. Но вот это число, к которому оно сходится, мы обозначили через x-бесконечность. Теперь мы говорим следующее. С одной стороны, xn-катая – это просто подпоследовательность нашей исходной последовательности. Наша исходная последовательность, значит, последовательность f от xn стремилась к бесконечности. И, значит, ее подпоследовательность тоже будет стремиться к бесконечности. Ну, вот, собственно говоря, здесь доказательство этого факта, если вы вдруг не верите. Но, в принципе, это общий факт. Если последовательность стремится к бесконечности, то ее подпоследовательность стремится тоже к бесконечности. Если последовательность модулей стремится к бесконечности, то это означает, что и сама функция стремится к бесконечности. К бесконечности без знака нас это устраивает. Получается, что если я беру значение функции в точках XNCAT, то результат становится сколь угодно большим. Но с другой стороны, смотрите, почему последовательность XN ограничена? Потому что все XN изначально выбираются из моего отрезка от A до B, и поэтому они все живут на этом отрезке, но это означает, что последовательность XN ограничена. Заметь, что это последовательность XO, то есть это последовательность штук, которые живут на горизонтальной оси. Теперь в чем противоречие? С одной стороны, у нас есть… Давайте я еще картинку нарисую. Вот у меня теперь есть какая-то подпоследовательность наша. Да, вот у меня есть XN1, XN2, и вот они куда-то стремятся. Они стремятся к точке X бесконечности. И есть значение функции в этих точках. Это F от XN1, F от XN2. Значит, я сейчас график функции не рисовал, но у меня есть какие-то значения в этих точках. И вот с одной стороны у меня… Ну, давайте я скажу, что отрезочек, допустим, у меня был изначально вот такой, от A до B. И вот с одной стороны у меня значения функции должны становиться все больше и больше по мере приближения к X бесконечности, когда X приближается к X бесконечности. А с другой стороны у меня в самой точке X бесконечности функция принимает какое-то вполне конкретное значение. Вполне конечное. И я знаю, что поскольку функция непрерывна, то по мере приближения к этой самой точке X бесконечности у меня значения функции должны стремиться к той точке, которая у меня здесь… к тому значению, которое здесь принимается. Вот в этой вот точке. Это F от X бесконечности. Вот. Но тут получается противоречие, что с одной стороны F от XN2 должно стремиться к бесконечности, а с другой стороны F от XN2 должно стремиться к значению функции в предельной точке, в силу непрерывности. X стремятся к X бесконечности, значит F от них в силу непрерывности должно стремиться к F от X бесконечности. Ну вот и противоречие. Как? Стало лучше? Ага. Вот. Да, теперь вернемся к вопросу о том, а что ломается, когда мы переходим к интервалу? Почему то же самое рассуждение нельзя повторить для интервала? Ну, на самом деле, хорошее упражнение просто взять функцию единицы, деленное на X. Да, это вы правильно обвели, действительно. Значит, ключевое место вот это. Смотрите, мы пользуемся тем, что число X бесконечности живет на том же отрезке, на котором и все элементы нашего множества. Почему нам это важно? Ну, нам важно, чтобы функция F была бы непрерывна в X бесконечности, чтобы она там была уж как минимум определена и непрерывна, потому что мы пользуемся свойством непрерывности именно в этой точке, вот здесь вот. Если бы так оказалось, что X бесконечность не лежит в нашей области определения, то вот эта вот штука просто бы не сработала. И заметьте, что если мне известно про функцию F, что она непрерывна только на интервале, то есть вот здесь вот были бы вот такие строгие неравенства, то при предельном переходе они бы превратились в нестрогие неравенства, и могло бы так оказаться, что точка X бесконечность находится не на этом интервале, а находится на его границе. Да, у нас может быть такая последовательность точек, каждый из которых живет в интервале, но так, что их предел находится на границе этого интервала. А про границу мы в этом случае ничего сказать не могли. Поэтому нам принципиально важно, чтобы здесь были бы нестрогие неравенства, и самое главное, чтобы вот здесь вот были нестрогие неравенства, чтобы вот эти нестрогие неравенства как бы были бы ровно тем, что нам нужно. В данном случае они были именно этим. Давайте я это кратенько напишу. Значит, если бы F была непрерывна только на интервале, то X бесконечность могла бы не принадлежать интервалу. Совпадает с концом. И тогда вот этот переход не обязательно был бы верным. Вот. Значит, вот в этом месте мы пользуемся именно тем, что это отрезок. Как видите, это доказательство гораздо более длинное, чем предыдущее. Зато правильное. Так, ну что, едем дальше. Давайте я докажу еще одну теорему. Теорема о корне. Значит, это формализация такого утверждения, которое кажется очень простым и наглядным. Смотрите, пусть у меня есть какая-то функция непрерывная, которая обладает такими свойствами, что вот она непрерывна на отрезке, пусть у меня опять же есть отрезочек от A до B. Здесь есть X, тут Y. и значение этой функции в концах отрезка имеют разные знаки. Как-нибудь вот так, например. И я хочу доказать, что тогда обязательно найдется хотя бы один корень у этой функции, то есть найдется хотя бы одна точка, в которой функция принимает значение 0. Ну, это кажется так, с наглядной точки зрения, это кажется очень понятно. Но если мы стартовали от места, есть это горизонтальная прямая. Если мы стартовали снизу, то вот мы будем двигаться-двигаться непрерывно, ну и чтобы попасть в какую-то точку, которая находится сверху, мы вынуждены пересечь эту горизонтальную прямую. Никуда не денемся. Вот. Ну, давайте я эту теорему сформулирую. Мы поговорим о том, как ее доказывать, какие здесь есть подводные камни. Значит, пусть... Пусть функция f непрерывно на отрезке от а до b. Сейчас, слушайте, простите, давайте я сейчас лучше вместо теоремы о корне... Значит, теорему о корне мы докажем, но только чуть попозже. Я вспомнил, что есть еще один факт, который похож на предыдущий. И давайте я лучше его сейчас докажу вам вместо теоремы о корне. Значит, вторая теорема, которую я хочу доказать, такая. Значит, теорема про достижение максимума. Сейчас, секунду. Продолжение следует... Хотя ладно, давайте про корень. Значит, пусть f непрерывно на отрезке от а до b. И f в точках а и b в значении функции f имеют разные знаки. Это можно сформулировать так, что их произведение отрицательное. Тогда существует такая точка c, принадлежащая интервалу от а до b, что f от c равняется нулю. Значит, такая теорема. Давайте ее докажем. На этот раз не буду вам рассказывать неправильные доказательства. Не знаю поучительных неправильных доказательств этой теоремы. Итак, доказательства. Смотрите, давайте мы будем делить отрезок пополам. Значит, я сейчас хочу построить такую последовательность вложенных отрезков. А именно, мы, на самом деле, этим уже пользовались, когда доказывали теоремы Бальца на Вейш-страссе. Там тоже было деление отрезка пополам. Ну, давайте построим такую последовательность вложенных отрезков. Значит, у меня есть и один, который совпадает просто с отрезком от а до b. У меня есть... Дальше я делаю следующую вещь. Значит, пусть у меня есть... x первая – это середина отрезка от а до b. Середина и один. Да, тогда, возможно, два варианта. Первый вариант. Значит, мы могли попасть в корень. То есть f от x1 равняется нулю. Но тогда просто говорим, что c – это и есть наш x1. И все, процесс закончен. Процесс закончен, но, на самом деле, теорема доказана. Второй вариант. f от x1 не равняется нулю. Тогда либо у него разные знаки с f от а, либо разные знаки с f от b. Ну как, значит, у меня в точках а и b знаки разные. Значения функции f. Если вот в этой точке x1 у меня значение не ноль, значит, там либо положительный, либо отрицательный. Ну, значит, он не совпадает либо с вот этим, либо с вот этим. Либо со знаком функции в точке а, либо со знаком функции в точке б. Он не может совпадать с ними обоими, потому что они разные по условию. Давайте обозначим за новый отрезок. за и 2. Тот из отрезков x1 или x1b, на концах которого функция f принимает значение разных знаков. Ну, то есть в данном случае, например, нам в качестве и 2 нужно выбрать какой из двух отрезков, левый или правый. Левый, потому что именно на левом отрезке на концах функции понимают значение разных знаков. На правом отрезке и здесь, и здесь он положительный, а на левом отрезке он здесь отрицательный, здесь положительный. Ну, и так далее. Значит, мы каждый раз будем повторять одну и ту же процедуру. Берем очередной отрезок, делаем его пополам. Либо мы попали в корень, и в этом случае процесс закончен. Мы нашли наш корень, все хорошо. Либо мы выбираем новый отрезок из двух половинок. Мы выбираем ту половинку, на концах которой функция принимает значение разных знаков. Значит, продолжим тот же процесс с отрезком и два. Делим пополам. Если середина не корень, выбираем один из двух отрезков. Выбираем ту половину, где знаки меняются. Значит, и так далее. Понятно, как алгоритм работает? На самом деле он вполне практический. То есть если вам реально нужно поймать корень у функции, которая непрерывная и которая меняет знаки, то это такой вполне практический алгоритм. Он реально на практике применяется. Вам нужно как бы ловить этот корень, заключая его во все более и более мелкие отрезки. Если вы знаете, что если вы знаете, что у вас функция вот так вот себя ведет, то вы понимаете, что допустим, если вот здесь значение положительно, то вы понимаете, что корень, видимо, где-то должен быть между вот этими двумя точками. Потому что ровно здесь меняется знак. Дальше в этот отрезок снова поделите пополам и получите вот такую вот штуку. Ну и так далее. Давайте докажем, что эта последовательность влажных отрезков приведет нас как раз к этому корню. Смотрите. Значит, есть два варианта теперь. Либо у нас этот процесс все-таки на каком-то месте остановится. Если он на каком-то месте остановится, это означает, что мы в этой точке пришли к... Ну, как раз у нас... Мы попали... Очередная середина отрезка ровно попала в корень. Значит, мы уже победили и доказали, что корень существует. Значит, соответственно, ситуация, которую нам нужно рассмотреть, это если этот процесс будет продолжаться до бесконечности. Ну, этот процесс, получается, может продолжаться до бесконечности только в той ситуации, если один из концов равен нулю, а по условию они у нас не равны нулю. Нет, почему? Нет, почему? Он может продолжаться до бесконечности, нет в этом никакой проблемы. Ну, просто смотрите, мы всякий раз, когда мы... Выбираем середину, мы на самом деле... Ну, всевозможных середин у нас будет какое-то счетное количество. Да, у нас этих середин будет... Так сказать, у нас для каждого номера n есть своя середина. Для каждого отрезка с номером n у него есть своя середина. И вполне возможно, что корень какой-то существует, но мы именно в середину он никогда не попадает. Ну, например, если у вас изначально был отрезок от нуля до единицы, то вот эти вот середины, это всевозможные числа вида... Ну, какое-то число разделить на 2 в степени n. Да, мы всегда будем попадать в степени двойки, в знаменателе. И вполне возможно, что наш корень, он вообще иррациональное число. Мы тогда в него вот точно никогда не попадем. поскольку мы не обязаны сдвигаться каждый раз вправо или влево, но у нас этот отрезочек, он будет как-то с двух сторон приближаться к нашему корню. Значит, пусть процесс продолжается до бесконечности, тогда у нас есть последовательность вложенных отрезков бесконечная. Значит, вот такая вот штука. Длины этих отрезков стремятся к нулю. Ну, потому что они каждый раз уменьшаются вдвое. И это означает, что по лемме вложенных отрезков, которые мы обсуждали, существует такая точка С, что эта самая точка С это единственный элемент, который принадлежит всем отрезкам сразу. И еще мы знаем, что в этом случае левые концы и правые концы обязательно стремятся к точке С. Но давайте, значит, я начал обозначать те самые середины, которые мы строим, я начал их обозначать через последовательности х, н. Давайте я именно так сделаю. Значит, если середина делим пополам, обозначаем середину через х2. В данном случае. Значит, у меня теперь есть х, н. Это последовательность середины отрезков. И мы знаем, что х, н. будет тоже стремиться к С. Вот. Что тогда получается? Смотрите. Я хочу сказать, что вот эта самая С, которую мы вот таким образом построили, это ровно то самое С, которое нам нужно. Почему это так? Ну, потому что давайте посмотрим на f от С. Давайте я скажу, что давайте я даже немножко по-другому сейчас сделаю. Значит, х, н. это последовательность середины отрезков, но давайте я скажу вот что. Пусть у меня каждый из отрезков, у него левый конец, называется ln, а правый rn, как и раньше у нас было. И тогда ln тоже стремится к С, и rn тоже стремится к С. И еще мне известно, что f от ln умножить на f от rn всегда меньше нуля. но мы так их выбирали каждый раз. И давайте теперь сделаем вот что. Давайте мы теперь перейдем вот в этом неравенстве, перейдем к пределу. Предел при стремящемся к бесконечности f от ln, f от rn. Значит, можно воспользоваться теоремой о пределе произведения и записать такую штуку. Значит, мы знаем, что с одной стороны мы знаем, что каждый из этих элементов был меньше нуля. Поэтому вот эта штука, вот этот предел, он будет меньше либо равен нуля. это следует вот из предельного перехода вот здесь. А теперь расписываем, чему этот предел равен. Он равен произведению вот таких пределов. Почему эти пределы существуют и почему они равны? Значит, по непрерывности мы знаем, что эти пределы существуют и равны они, оба они равны f от c, потому что ln стремится к c и rn стремится к c. Значит, в силу непрерывности это есть f от c умножить на f от c. То есть, это есть f от c в квадрате. То есть, смотрите, что получилось. Получилось, что f от c в квадрате не превосходит нуля. Но это возможно только в том случае, если f от c просто равно нулю. Никакого другого способа для вещественного числа иметь неположительный квадрат нет. ну и все. Это означает, что c искомая точка. И все, доказательство закончено. Давайте посмотрим на это доказательство. Идея на самом деле очень наглядная. То есть, мы будем вот так вот ловить эту самую нашу точку. Каждый раз она будет оказываться во все более и более маленьком отрезке. И поэтому никуда не денется. Отрезок становится все более и более маленьким. И в конечном итоге как бы весь этот отрезок сходится к одной точке. И понятно, что значение функции в этой точке не может быть ни положительным, ни отрицательным. Потому что вблизи нее есть как точки с положительными значениями, так и с отрицательными. И при этом мы пользуемся непрерывностью в этой точке. Если бы, например, значение функции в этой точке было бы положительным, то это бы означало бы, что оно положительное на некой целой окрестности. Такого не может быть, потому что здесь приближаются отрезательные точки. Формальное доказательство вот такое. Ну, давайте, чтобы это все не казалось каким-то слишком простым утверждением, давайте посмотрим на несколько примеров. Нам на самом деле важна и непрерывность, и важно то, что мы имеем дело с отрезком. Значит, оба условия. Непрерывность. Ну, про отрезок более-менее понятно. Здесь трудно придумать какой-то... Нам нужны значения функций в концах этого отрезка, поэтому в любом случае мы хотим рассмотреть именно отрезок, а не, допустим, интервал. Но условия непрерывности на самом деле очень важны. Значит, непрерывность и привык важны. Потому что, вот смотрите, вот у нас есть функция, функция, которая не является непрерывной на отрезке. Например, какая-нибудь вот такая вот штука. Скажем, вот она вот здесь была вот такой, а здесь у нас есть какой-нибудь разрывчик. И дальше функция ведет себя вот так. Понятно, что у такой функции нет корня, потому что она перескочила через эту горизонталь. Вот условия, которые у нас здесь есть, это условие, что через горизонталь нельзя перескочить. Это как раз требование, это как раз условие непрерывности. Значит, я зря здесь написал пробу условия, потому что про отрезок здесь трудно сделать. Трудно переформулировать как-то так, чтобы здесь не было бы отрезки. Давайте просто напишу, что непрерывность важна, без нее все ломается. И вот, например. Вот. Ну, хорошо, смотрите, чтобы не казалось, что мы доказали какое-то утверждение, которое можно было бы не доказывать, потому что оно и так очевидно, давайте я сейчас приведу пример функцией, которая является непрерывной, но при этом не так, чтобы она была бы сильно простая в анализе. Давайте я расскажу про контр-в-лестницу. Значит, контр-в-лестницу строится таким образом. Давайте возьмем отрезок от нуля до единицы. и разделим его на три части и выкинем… Хорошо, пока не выкинем. Давайте просто разделим его на три части и скажем, что, например, вот здесь вот слева назначение функции… сейчас, не слева, посерединке. Значит, я разделю… пусть у меня здесь будет нолик, здесь единица, здесь будет одна вторая. Значит, вот на этой средней части значение функции равняется… ну, ну, хорошо, пусть в концах тоже такое. Значение функции равняется одной второй. теперь я сделаю такую же вещь с правой и левой половинкой оставшейся. я выделю из них треть и здесь я поделю все пополам. Здесь у меня будет одна четверть, тут у меня будут три четверти. И я сделаю функцию, которая вот на этой третьей принимает значение одна четверть и на этой третьей принимает значение три четверти. Такая вот штука. И так далее. Значит, я каждый раз буду делить половинку, значит, я каждый раз буду делить оставшуюся треть пополам, точнее, не пополам, а тоже на три части и добавлять сюда, соответственно, ступеньки. Вот такие. Значит, здесь будут какие-то восьмушки. Сейчас, я рановато сделал. Значит, вот здесь тоже будет какая-то треть выделена и тут будет какая-то треть выделена и вот здесь вот какая-то треть выделена и вот тут тоже какая-то третья, вот тут тоже какая-то третья, тут третья, тут третья и так далее. И еще вот тут у нас будут такие вот штуки. Вот, представляете себе такую функцию? Значит, я сейчас определил эту функцию только на вот этих вот третях, которые мы выкидываем. На самом деле эту функцию можно доопределить до непрерывной, так чтобы она была бы определена на всем отрезке от 0 до 1, и при этом была бы непрерывной. Но при этом выглядит она будет вот так вот довольно странным образом. То есть в какую бы точку вы не выбрали, если вы случайно выбираете точку на этом отрезке, вы с вероятностью 1 попадаете на участок, где функция просто постоянная. Тем не менее, ее значения меняются от 0 до 1. И при этом, если я нарисую какую-нибудь горизонталь здесь, то тут совсем не очевидно, что та функция, которую я построил, что она обязательно должна эту горизонталь пересечь. Но функция непрерывная, поэтому пересечет. Можно на эту тему доказать каких-нибудь утверждений, в частности, аккуратно доказать, что эта функция, которую я таким образом построил, что она достраивается до непрерывной. Но, тем не менее, функция такая довольно странная. То есть непрерывные функции – это не только функции, про которые мы думаем, которые мы можем взять и построить ручкой. Но на самом деле, бывают такие чуть более хитро устроенные. Есть ли какие-нибудь вопросы про эту теорему, может быть, появились, про доказательства? Хорошо, давайте тогда я сейчас докажу еще одну теорему. Она нам тоже пригодится в дальнейшем. Это как раз теорема достижения максимума. Значит, теорема такая. Она тоже про функцию непрерывную на отрезке. Значит, f непрерывно на отрезке от а до b. Тогда существует такая точка xmax, принадлежащая этому отрезку. Что для всех x, принадлежащих этому отрезку, f от xmax больше либо равняется, чем f от x. То есть, если функция непрерывная, то у нее обязательно есть глобальный максимум. Ну и глобальный минимум тоже. Значит, опять же, непрерывность здесь важна, если ее нету. И отрезок тут как раз важен. Значит, если, например, нет непрерывности, то можно придумать какой-нибудь вот такой пример. Скажем, функции, которая не имеет глобального максимума. Ну, например, что-нибудь такое. Вот пример функции, у которой нет никакого глобального максимума. Потому что любое значение здесь можно сделать больше, выбирая точку чуть правее. Но при этом, если я возьму вот эту вот точку предельную, то у меня получится тоже не максимальное значение, потому что оно будет меньше, чем значение, например, вот здесь. Вот. Но в случае с непрерывными функциями такого не бывает. Значит, это можно по-разному доказывать. Ну, давайте я попробую сейчас быстренько это доказать. Примерно так же, как мы доказывали первое утверждение. Смотрите. Значит, мы знаем, что наша функция ограничена. Ну, раз она ограничена, значит, она ограничена сверху. Давайте рассмотрим супремум всех ее значений. Существует такое С, что для всех иксов f от x меньше либо равняется c. То есть множество всевозможных значений y равных f от x, где x пробегает весь отрезок от а до b. Значит, множество всех значений, область значений ограничена. Ну, как минимум ограничено, но оно ограничено, значит, ограничено сверху. И, значит, существует его супремум. Есть точная верхняя грань. Давайте обозначим ее через M. Через M большое. Ну, тогда что можем сказать? Поскольку это точная верхняя грань, тогда верно следующее утверждение. Для всякого епсилон большего нуля найдется такое x из отрезка от а до b, что f от x будет больше, чем M минус епсилон. Ну, почему это так? Так, если бы так оказалось, что это неправда, то тогда бы M не было бы точной верхней грани. То есть если бы так оказалось, что мы можем отделиться от M, у нас была бы вот такая картинка. Значит, вот здесь M. Если бы так оказалось, что у нас и есть такой M минус епсилон, что на всем отрезке от а до b у меня функция принимает значение не превосходящее вот этого M минус епсилон, ну, тогда бы это просто означало бы, что я могу M минус епсилон выбрать в качестве другой верхней грани, которая была бы меньше, чем M. Да, мы такое уже делали, когда доказывали терему Вейштрассу. Ну, тогда положим, значит, рассмотрим такую последовательность, которая определяется так. xn равняется x от единицы на n. Значит, вот это x, это и есть x от епсилон. Значит, опять же, я теперь в качестве епсилонов выбираю просто последовательность, стремящуюся к нулю. Единицы на n. Теперь, что я получаю? Я получаю... Значит, я получил какую-то последовательность и xn-ах. Что мы можем сказать про f от xn-а? Значит, f от xn-а обладает таким свойством. Оно, во-первых, меньше либо равняется m, во-вторых, больше, чем m минус 1n. По теореме двух милиционерах эта штука обязана стремиться к m большому. Ну и последний шаг. Значит, у меня сейчас последовательность значений f стремится к m большому, а сами xn-ы непонятно, как себя ведут. Но давайте выберем сходящуюся подпоследовательность. Значит, вот xn-катая стремится к какому-то x-бесконечности. Тогда f от xn-катая тоже стремится к m. Потому что это просто подпоследовательность. Но, с другой стороны, если xn-катая стремится к x-бесконечности, то тогда f от x-бесконечности должно равняться вот этому самому m большому. По условию непрерывности. Значит, у меня x-ы стремятся к x-бесконечности, значит, f от x-ов должно стремиться к f от x-бесконечности. Значит, f от x-бесконечности должно равняться m большому. Но m большого – это супремум множества всех значений f от x. Значит, вот этот самый m большой есть тот самый глобальный максимум, а x-бесконечность – и есть та самая точка, в которой глобальный максимум достигается. И все доказано. Значит, для всякого x is от a до b, f от x меньше либо равняется m, в которой есть f от x-бесконечности. Следовательно, в качестве x-max можно взять x-бесконечность. и все, теорема доказана. Вот, похоже на правду. Очень похоже на самое доказательство первой теоремы, которую я сегодня доказал. Хорошо, ну что, все тогда на сегодня. До свидания. Продолжение следует...